Всем доброе утро, зрители и подписчики нашего канала. Мы начинаем наш сегодняшний влог 16 октября. Время сейчас у нас 11 час, уже поладиннадцатого. Детки, у нас Вероника в саду. Сегодня это было что-то нечто на грани фантастики, да, дети? С утра. Я теперь уже в деду. Да, мы где? Я настала нормально. У нас сегодня Илюша. Я стала вовремя. А вот Вероника у нас сегодня ушла в сад с 9 часов утра, не поверите. Мы звонили с ней в специальнице, расставьте нам завтрак. Да, я играю, она молодец, короче. Она просто ни в какую не поднималась вообще. Она игралась. Уйдите все от меня, отойдите все от меня, все плохие. Мы ей предлагали скрепуши собрать, она говорит, нет. А когда она уже оделась, она говорит, мамочка, собери меня скрепуши. Ага. Конечно, с ума сходила с утра у нас сегодня, Вероника. Илья у нас сегодня дома сидит. Как я и говорила, что среда у них не учебный день был изначально. Это день у них... Ладь, что ты с ней делаешь? Ничего. День у них называется самоподготовки. Самоподготовки. Вот сам с ней готовит. Гер, что ты там не делаешь? Смотрите на нее. Смотрите, какая милота. Она прячется. Идет. Ой, господи. Смотрите, эти лозенки невинные. Прямо... Так что ты делаешь на кровати, Верда? Пожди отдыхаю. Тебе хорошо? Мягко, удобно? Нахалка ты. Нахалка, Верда. Она хорошая собака, ничего. Так, ладно. Все, мне уже пора. Сергей пришел с работы. У нас папа вообще, короче, пришел с работы. Спас, Лег. Он что, не мылев, он что, в ванной идет. А 19-го я учусь? Не кладется. А 19-го я учусь? Или я не знаю, что у 19-го будет. Если будет выходной, то ты не учишься. Если рабочий день, то учишься. Сергей у нас пришел с работы, как я сказала. И мы сегодня опять идти в ночь. Класс! Вообще, это график просто супер у него сейчас. Но это у него подработки, то есть он... Мы сегодня попросили его выйти. Илья, потише, пожалуйста. Первый день он когда работал позавчера, да, он вышел на подработку, сам попросился, чтобы лишние кобеечки, как-то не всегда нужна. А сегодня уже попросили выйти, потому что не хватает людей. То есть два дня первую, два дня во вторую, да, подряд, без выходных. Как-то так. А я сейчас отправляюсь на... На работу свою. Нет, на работу я сегодня не отправляюсь. На работу мне идти завтра. На работу мне идти завтра. А сегодня я еду на вельвет ресничек. Илья, извините, я не знала, что у тебя все это будет день самоподготовки, и ты будешь ездить дома, потому что я записывалась заранее. Не могу ничего изменить теперь. А можно, пожалуйста, не посмотреть? Можно до 12 часов. Нет, можно в семье. Нет, до 12 часов дня можно. Ладик сегодня у нас тоже не на тренировке, из-за того, что сегодня в школу идти. 12.20. До 12 часов, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите за братиком. До 3, можно до 4? Нет. Я не могу. Так, Илья, все фантики? Все, сюда убирай, мусорку. Илья, чтобы этого не было. Нет, все, я убежала. На улице шикарная погода, как уже третий день подряд у нас походу просто радует осенняя своим солнышком и теплом. А я сейчас приехала уже, где буду делать реснички. Это там уже, где сделала шугаринг себе. В этот же бизнес-центр. Сейчас пойду уже подниматься наверх. Если будет возможность, там поснимаю. Только вот единственный момент, что я накрасила ресницы. Блин. Что-то я бы тут не подумала, потому что была накрашена, тогда только сообразила, что ага, я же еду на ресницы-то, елки-палки. Так, девчонки и мальчишки, время у нас 4 часа дня. Начало пятого ужина. Я только что освободилась. И что я скажу, это просто классно. Я потратила на себя пять, ну, грубо говоря, с ходом из дома пять часов. Вот в одиннадцать я ушла даже пораньше немножечко. И вот только-то я освободилась в черном дороге. Мне, наверное, так, скажем так, больше повезло сегодня, потому что сегодня непосредственно со мной работала сама мастер. Было сегодня две модели. Одна девочка, которая обучалась делать фельдет ресниц и брови, а другая была девочка на мастер-класс. И, соответственно, мастер-класс делала сама мастер. И делала это все на мне. Ресницы, я не знаю, видно вам хорошо, не видно, но это так классно. Они абсолютно мне накрашены. Длинненькие, с изгибом машины. И также сделала мне укладку правее, покрасила, пощипала, где самое малость, где нужно было убрать лишнее. И это, на самом деле, очень здорово и классно, когда ты можешь так уделить время себе. В моем случае это еще было и бесплатно. Это просто супер. Илюшка у меня там сегодня только единственная. Баб сидел один, пока Сергей спал. Не знаю, сколько уж там удалось ему поспать. Конечно, мало. Он лег где-то, наверное, в первом часу, потому что я разговаривала с Владиком. Папа спал, когда уходил? Нет. А Владик уходил 12 часов из дома. Ну и сейчас я звонила, а ты уже проснулся. Ну, в любом случае, это здорово и классно. Так, все, иду на маршрутку. Нековато надо пройти, потому что там нет остановок в эту сторону, к сожалению. Погода просто супер. И настроение сейчас тоже. Также я приобрела еще одну маску для лица. Да, я вам покажу ее дома уже сейчас, не здесь, не на улице, не очень это удобно будет делать. Так, ну что, я добралась почти до садика. Знаете, самое смешное то, что добралась эта громко сказанная, так как, блин, так как, блин. Я ехала до аэропарка, одну вот остановку, это просто жесть, больше 40 минут. Это вообще жопа, просто такие дикие пробки у нас. Я уже ехала, все проклинала, думала, приеду домой часа уже к полпятому, там, 25, а в итоге, что час, я только за Вероника и сразу в садик. Сергей меня ждет дома, вот я ухожу на работу, верну, чую на всех парах. Так, я уже дома, зашла, купила печень, охотно. Первый раз взяла такую печень, да, она еще при замороженной ко всему, но цена, просто там не была этой, короче, замороженной, по 104 жопа за килограмм, и знаете, очень даже хороший кусочек попался, без всяких жилок, без всяких прожилок. Я-то вчера не приготовила котлеты, как и говорила в трансляции, думала, думала, короче, в итоге не успела. Разрезана пополам, сейчас это заморожу пока кусок, а этот буду делать из них котлетки с печенью. Так меня обзвала, да, Вероника? Дочь, не трогай штору, пожалуйста. Зайка, выйди оттуда. А субботу у нас какое число? О, Господи. Девятнадцатая, вроде бы. Девятнадцатая? Не знаю, а что ты хочешь такое? Я тебе... Пчеленок. Пчеленок, и хотят туда пчеленок. И бросить это отсюда. Так, у меня готов уже фарш. Я добавила сюда лук, чеснок, соль, сметаны, и также добавила сюда манку, чтобы она немножко загустела, потому что совсем была очень-очень жидкий фарш получился. Сейчас буквально минуток 15... Что это такое случилось? Кто это? Сейчас минуток 15 буквально у меня постоит, то есть фарш в холодильнике, и можно приступать будет их жарить. Я за это время пока пропылесошу. Ильюша! Давай-ка берите тетрадки за стол. Я, понимаешь, пропылесошу не надо это убирать, слышишь? Не надо, дочери. У вашего губора такой грязи больше становится. Не надо, пожалуйста. Так, а на второе я сегодня я готовлю... Блин, что за фигня какая-то... Булгур с морковкой. Вчера, кстати, было уже сказано трансляции. Вчера я это все не приготовила. Сегодня вот... Сейчас, Семьяна, на режиме жарки у меня я обжарила морковку. Добавила сейчас сюда булгур. Теперь это все у меня обжаривается буквально еще минутку-две. Добавляю сразу соль сюда. И поставлю на режим рис крупный. Ну, не знаю. Возьми с собой старую. Вам зато новую дадут. Тебе зато новую дадут. Поняла? Так, соль у меня мелкая, поэтому солю не совсем чуть-чуть, скажем так. Но побольше сейчас. Потому что если одну глобку кинуть, нормально не посолишь. Все, теперь можно дарить немножечко воды. Желательно кипяченой. Ну, я лично кипяченой. Там кто кому как угодно. Так, все. И переключаем программу. Ой, что я сделала, господи. Все. Так, мы с Илюшей делаем домашнее задание. Читаем сейчас. Я тут параллельно монтирую наш вчерашний влог. Монтирую сегодня в старой нашей программе, которую... Я понимаю. А Владимир... Вы уже одели, что ли, Владик? Да. А, ну давайте. Владик уходит, Герда, на улицу гулять. Я понимаю, Илья, что устал. На выходные будем читать. Можно больше. Понял меня? Ага. Рога. Так. Что еще не надо? Сейчас мы с водой читаем до конца. Не надо. И пойду бы с вами пропылесошу пока Владик ушел гулять. Так я не договорила, потеряла мысль по поводу видео. Я вчера просила видео и сегодня прошу, напишите, пожалуйста, комментарии по поводу того, понравилась ли вам та программа, которую я монтировала. Более интересные переходы, музыка. Потому что дело в том, что там постоянно всплывает этот баннер, как вы уже видели, с надписью. Программа платная, блин, чтобы этот баннер не выскакивал, надо за нее будет платить. Мне просто интересно, не раздражает ли вас эти объявления. Потому что, например, я сегодня пересматривала, а мне как-то подбесило, честно. Ой, наконец-то мы будем кушать. Все. У меня все готово. Не прошло и года. Да ты что, не пришла и дух. Не прошла, а что мы с ним? Уроки сделаны. Вероника, вы молчи, пожалуйста, ты оглушила уши. Оглушила. Или откашливайся нормально. Сейчас прям увидишь, что мы будем кушать. Пропылесосила всю квартиру, помыла, садись за стол, Вероника. Вероника, не перебивай, пожалуйста. Садись за стол. И, Владик, закрыти ей резинки, там в ванне лежат волосы. Ну принесите мне, Вероника, неси мне сюда резинки. Так, кашка у меня готова, малашка. Так она получилась у нас что-то. Ну и, соответственно, котлетки. Вот такие вот. Подождите. Так, ну что, детки у нас покушали. Сегодня зашла в магазин, купила понтин по пути и бальзам, и шампунь. Честно, не пробовала уже очень-очень-очень много времени. Положи, Вероника. Подожди, Вероника. Да попроси, Владика, Вероника. Вероника, я занята сейчас. Подожди. Ну потом. Очень сильно испортились. Но там, честно, ничего особого не было такого по акции, какого-то подешевле. А все, что было, то дорогое, поэтому решила взять понтин. Другой просто было в блоге перец в магазин. И про маску, которую я вам сегодня говорила. Выглядит она вот так. Вот посмотрите. Блин, не знаю. Так, вы что там творите, Владик? Вероника. Так, хлоровил, каротиновая маска для домашнего ухода за проблемной кожей. Состав, не знаю, виден у вас или не виден будет. Возможно, если приблизить, будет видно более-менее нормально. Сегодня я буду ее пробовать, как она в действии. Так, что мне ее похвалили, очень-очень хорошо расхвалили. Я не знаю, на самом деле, так ли это или нет. Так, а я пошла укладывать мелких. Так, ну что? Все, детки, в моей кроватях. Илюша, ты меня услышишь, что я тебе рассказала про кровати про свою завтра? Время у тебя есть. Надо меньше вылеживать свои попочки в кровати. Ложись сразу, закрывай глазки и спи. И тебя это тоже касается в первую очередь, поняла меня? Ты сегодня устроила, в 9 часов в сад пришла. Есть. Вот будете завтра утром есть. Есть и пить. Пустой голове не прикладывает. Альцам дуба! Альцам дуба! Альцам дуба! Альцам дуба!